Отдел редкой и миниатюрной книги Горьковки для друзей нашей библиотеки подготовил небольшую выставку к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Поэзия Есенина поражает своей обнаженной непосредственностью и напряжением. Он писал нутробно, всем своим существом. Так говорил известный критик, писатель, литературовед, редактор журнала «Красная новь» в предисловии к собранию сочинений поэта в 1926 году. Это совершенно справедливые слова. Есенин писал всем своим существом. Но это слова не полные, не совсем точные. Дело в том, что, да, поэт может отдаваться поэзии со всей своей силой, вкладывать всего себя, всю свою душу. Но он становится поэтом только тогда, когда эта душа больше, чем он сам. Так вот, в поэзии Сергея Есенина Россия обрела свою душу, свою лирическую плоть, свою тонкость, изящество, богатство, лирическое, поэтическое богатство всех своих земель, всего своего существа. Это самое главное. Удивительно, вот изобилие чувств, которое есть передано Сергеем Есениным в его поэзию. И это русское, настоящее, глубокое, которое, начиная с древнейших времен, живет в человеке. Это поразительное свободолюбие. Это бунт против всего устоявшегося. И вместе с тем, это мужественное приятие жизни, такой, как она есть. Уведание золотом охвачено, я не буду больше молодым. Казалось бы, очень просто. Казалось бы, естественно. Но в этой естественности сказывается сила. Нет нытья, нет крика. Есть спокойное приятие жизни, такой, как она существует. Который человек, ну, вписан буквально в природу, естество, в жизнь, в мир, который мы совершенно справедливо называем Есеницкой. Но выставка интересна не только большим собранием материалов, книг, которые были изданы, воспоминаниями, исследований, академическим изданиям. Она интересна и с точки зрения истории. Обратите внимание на то, что здесь есть, кроме собрания сочинений, которое издано в 1926 году, есть еще более простое в мягкой обложке собрание сочинений, собрание стихотворений 1927 года. Это первое посмертное издание стихотворений поэта. И вот, любопытно, здесь, смотрите, от руки написано, редакция и отбор стихов для издания осуществлялся самим автором. То есть, это уже не исследователи, не специалисты, это сам Есенин осуществлял отбор стихов для этого собрания сочинений. Есть еще одна деталь, любопытная. Я прочитал вам несколько строк из предисловия Александра Воронского, а в издании 1927 года, видите, она уже вырезана. Цензура в советские времена вырезала это предисловие. То есть, не только Есенин был под негласным запретом какое-то время, но и люди, которые писали о нем, ну, выдающийся, безусловно, человек Александр Воронский, о котором мало, что известно сегодня, мало знают о нем, они тоже были под запретом. Поэтому вот здесь представлена на этой выставке не только широта тех изданий, которые есть, начиная от миниатюрных и заканчивая академическим изданием, но она интересна и с точки зрения истории, как творчество Сергея Есенина жило, сохранялось и вернулось к нам. Приходите, пожалуйста, смотрите, изучайте. Это действительно интересно, это любопытно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok